Пчелиный апокалипсис продолжается уже три года на территории Ульяновской области. В 2019-м пострадали пасечники из поселка Сурское. Тогда ущерб составил 11,5 миллионов рублей. Пострадало несколько тысяч пчелосемей. Сегодня география только расширяется. На этот раз мы приехали в село Тагай. Здесь ущерб составил 80% от всей пасеки. Для пчеловодов из села Тагай за три дня жизнь перевернулась с ног на голову. Любимое дело и основной источник дохода уничтожены. Со слов пострадавших ничего не предвещало беды. Пчелы были совершенно здоровы. А по факту – паралич крыльев и ножек. Это что тут за рамок? Это разве в это время? Это должно быть так? Сегодня основная причина массового мора пчел – обработка рапсовых полей пестицидами. Конкретно в Майнском районе накануне происшествия фермеры обрабатывали растения препаратом «Аспит» компании «Август». Ему присвоен второй класс опасности из четырёх возможных. Поэтому, конечно, данным препаратом надо или не пользоваться вообще. Но это же мы морим не только пчёл, мы морим самих себя. Конечно, в этом плане должны учёные думать об этом. Прежде чем назначать какие-то препараты, должно быть исследовано, как это повлияет на другой мир. Исследования действительно проводились. Как итог, в 2018 году в Евросоюзе основной компонент препарата «Аспит» был запрещен, поскольку имеет пагубное влияние на пчёл. А вот в России находится в свободной продаже. Вот то самое рапсовое поле. Климат, который здесь устоялся, нетипичный для Ульяновской области. Растение ещё не выросло до конца, оно уже зацвело. Соответственно, появились и вредители, цветоеды. Если вовремя не обработать поле, единственное место, где кормятся пчёлы, будет уничтожено. Фермеры Козлова обрабатывают рапсовые поля уже три года. И такой случай на практике – впервые. При этом препарат остался прежний. По правилам, после его использования три дня пчёлы не должны иметь доступ к полю. Это первая обработка в сезоне. Впереди ещё три. Однако, как говорят в народе, первый блин комом. Вот отсюда до поля более пяти километров. По санитарным нормам оповещение 300 метров от населённого пункта. 300 метров. И, соответственно, тут всё соблюдено со всех точек зрения. Но, понимая эту ситуацию, у меня просто отец – сам местный житель. Его здесь, будем так говорить, с детства все знают. Он всех знает. Пусть нам будет тяжело, но он принял решение всё это компенсировать. Оповещение об обработке полей пчеловоды получают в мессенджере. Вот только в силу возраста не у каждого есть доступ к чату. Тогда ответственность ложится на плечи главы поселения, который должен донести информацию до населения. К сожалению, глава Тагайского сельского поселения не отреагировал на оповещение и не предупредил основную часть пчеловода в своём поселении. Поэтому мы сейчас наблюдаем, к сожалению, гибель пчёл. Так, по халатности или невнимательности ответственных лиц в Тагае пострадало 95 пчелосемей. На рынке цена за одну варьируется от полутора до пяти тысяч рублей. Урон насчитывается немаленький. Комиссионно производится обследование пасек. Личный пасун в хозяйстве. Восемь таких заявлений поступило. С отбором проб. Результаты будут готовы не менее, чем через 21 рабочий день. В Майнском районе из двух тысяч пасечников только 12 занесены в реестр, официально узаконив своё хозяйство. Такая, на первый взгляд, формальность даёт гарантию для пчеловодов и может в дальнейшем защитить от подобных происшествий. Александра Никитина и Герман Баранов. Улправда ТВ. Из Майнского района.